Всем привет! В эфире новый выпуск заметок о Черкесии и сегодня мы поговорим о княжской фамилии Тимиргоевского супэтноса, о князьях Болотоковых. В частности, о конкретных двух братьях Болотоковых, которые, скажем так, жили и творили примерно в ту же эпоху, что и Атужукины, из кабардинцев из прошлого выпуска. Эти два брата, в общем-то, тоже были очень похожи на Атужукинов, то есть они были вот такими определенного рода противоположностями, но, однако, тут все было настолько сложно, что их взгляды оказались, в общем-то, гибкими в истории и менялись со временем. То есть, однозначно выделить какого-то брата здесь, ну, что у него позиция именно такая, а у второго брата противоположная здесь нельзя, в отличие тех же Атужукинов. Ну, в общем, об этом поговорим, но начать нужно с предисловия, собственно, о самом роде Болотоковых, кто они, почему и откуда взялись. Итак, род Болотоковых, это Тимиргоевский род, который, как и многие адыгские рода, они ввели свою родословную от князя Инала, то есть считали его себя потомками старшего сына Инала Кемруга, от которого, собственно, и получил название Тимрук, Тимиргоевца, то есть в видоизмененном стиле пошло название Тимиргои. Князь Кемруг получил в наследство от отца титул князя князей, то есть Аденала, то есть великий князь всей Черкесии, и позже этот титул перешел к его старшему сыну Болотоко, собственно, потомки которого князя Болотокова вплоть до 19 века, середины назывались князьями из князей Черкесии. Как мы уже говорили в предыдущем выпуске про Женеевцев, единственными их соперниками были Женеевские князья, которые в силу своей средневековой многочисленности и могущества, исходящей из раннего средневековья, они, в общем-то, создавали серьезную конкуренцию тимиргоевским князям, но были тоже в очень глубоких родственных отношениях с ними. Впоследствии земли тимиргоевцев были разделены между двумя братьями, сыновьями Кемруга, именно, собственно, Болотоко и Хатико. Я не знаю, правда, как подыски правильно, потому что в русских источниках звучит именно как Хатико. Брат старший Болотоко остался на месте пробивания своего отца в центральных землях тимиргоев и сохранил за вот этими старинными землями с коренными названиями Кемергой. А второй брат Хатико, он откололся, отошел в свои отдельные владения по соседству и от него пошел субэтнос Хатукаевцев, который к 19 веку, к сожалению, уменьшился до очень критических размеров. Оставив за своими землями название Тимиргой, князь Болотоко хотел подчеркнуть свое именное преимущество над остальными отколовшимися землями в качестве такого князя-князей и непосредственного владельца, то есть наследника титула этого, начиная от Тенала. Его владения на тот момент, в общем-то уже к позднему Средневековью, находились между реками Кубанью, Лобой и Белой, примерно вот в этом промежутке. Княжеская власть считалась развитой наиболее среди черкесов и тимиргоевцев и считалась наиболее абсолютной, то есть княжеская власть здесь была непререкаемой, то есть абсолютная монархия такая, по сравнению с другими западно-черкесскими, адыгскими княжествами. И сама княжеская фамилия, собственно, Болотоковых, как главных князей Черкесии, она, в общем, никем не оспаривалась и была самой такой авторитетно уважаемой вообще в Черкесии. По словам историка Пота, знатности древности миргоевских князей свидетельствуют разными народными поэмами, значит, старинными. В частности, есть, допустим, такая поэма, где описывается взятие дербента адыгами, точнее, войсками крымского хана, в составе которых были адыги и, в частности, тимиргоевцы. И здесь, как поэма описывает, что было лучшее черкесское дворянство, и князья Болоток отличились с такой храбростью, что крымский хан дал им титул Черного хана. То есть, другими словами, он им передал все права на управление народом лично. То есть, никакого начальника со стороны крымских ханов не ставилось к тимиргоевцам, им разрешалось управлять собой самостоятельно. Просто они выплачивали какую-то определенную дань, и все. Во внутренних делах крымские ханы не влезали. Причем известно, что вот эти поэмы, они используются как родословные книги. То есть, в частности, если в этих поэмах не упоминается кто-то из какого-то там рода, то считается, что он, в общем-то, не относится к дворянскому роду адыгов, в принципе. То есть, это как такое доказательство наследования княжеской власти Атанала. К числу темиргоевских владетелей эпохи крымского ханства относился князь Корбеч Болотоков. Султан хан Гирей писал, что во времена владычества крымских татар, вот именно над адыгами, темиргоевские князья были самыми преданными их ханам. И именно за эту преданность ханы подавали им многие преимущества над князьями и прочих соседних черкесских племен. То есть, выделяли их, делали главными в системе управления над Черкесией. Темиргоевцы вели тогда кровавую войну с тайцами, в которой, собственно, и погиб в одном из сражений вот этот князь Корбеч с лучшим воинством, в общем-то, воспевают его там в песнях в веках. Это вот, что касается поэм. Однако, вот так вот сложилось в источниках, что иногда, говоря о Болотоковых, особенно в русских источниках, они называются как айтековые ещё. Дело в том, что так получилось, что русские источники познакомились с темиргоевцами и плотно познакомились впервые во время правления айтека Болотокова и его потомков в Черкесии, именно в Темиргое. И оттуда пошла вот эта путаница в русских источниках, что их называли Болотоковых, и иногда стали называть айтековыми. То есть, сыновьями этого князя айтека, что, в общем-то, как бы неправильно, но так вот закрепилось, что тот же, допустим, князь Джамбулат, он Джамбулат Болотоков, а в русских источниках Джамбулат Айтеков пишет. К концу 18 века темиргоевские владения разделились на два больших удела, в которых правили две ветви потомков от этого самого айтека Болотокова, о котором я уже говорил, Хатажука и Асланбека Болотоковых. А в последнюю четверть 18 века, к началу 19 века уже, когда появилась уже кубанская линия кордонная, большим, то есть главным темиргоевским князем, оказался безрук Болотоков, который поставил своей целью спокойствие в темиргоевских землях, то есть укрепление абсолютной власти, восстановление её. И не только даже в темиргоевских землях, он хотел объединить земли княжеских адыгов в одно большое владение с целью сопротивления внешним врагам. В частности, здесь речь идёт о натухайцах, шапсугах и абадзехах, которые к тому времени как раз таки восстали, о чем я говорил в выпуске про радыгскую революцию, и скинули своих, свергли своих князей, свою вот эту аристократическую верхушку, сделали с демократическими республиканскими обществами, что вызвало реакцию как у бждухов, так и особенно, естественно, у темиргоевских князей. Вот Безруков Болотоков выступал за объединение всех княжеских именно земель, таких же, допустим, бжедугов, бесслинеев, для того, чтобы объединиться против этих демократических племен. Однако, ничего у него не получилось, к сожалению, достичь на этом пути, как бы успех мог быть достигнут, но летом 1808 года он погиб в сражении с абадзехами на реке Ули и был похоронен в мавзолее, построенном на реке Геаке для этих целей. По словам того же султан хана Гирея, вместе с его смертью минувало, как он сказал, благоденствие темиргоевцев, то есть начались гимнастические распри. Что касается взаимоотношений Безруков Болотокова с российскими властями, то здесь можно сказать следующее, он лавировал между Россией и Турцией этот момент. Дело в том, что к тому времени, в принципе, при первых взаимосвязях русских с адыгами, когда Россия приходила на эти земли, наиболее активно контактировали с русскими темиргоевцы и баслинеевцы. Поскольку непосредственно на линии оказывались, контактировали они довольно мирно. Но потом, когда вот началась война России и Турции за вот эти земли, когда Черкесия оказалась пограничной между Османской и Российской империями, когда началась активная пропаганда, война, то они как бы как пограничные оказывались всегда крайними. То есть в первую очередь как бы у них, с них начинались все походы той или иной стороны. И попадая между, мол, там наковальные, в общем-то мирные враждебные России за кубанские владельцы, целые племена, выступали очень часто вот через земли темиргоевцев в походах на Россию. И собственно темиргоевцам приходилось отвечать своими людьми, аулами, угодьями за чужие вот эти, собственно, ошибки, за чужие какие-то там планы. То есть получается через их территории свои же проходили, обвиняли их в сотрудничестве с русскими, могли сжигать там аулы. В свою очередь русские отряды начинали ответные экспедиции в Черкесию, или просто даже экспедиции в Черкесию, не обязательно даже ответные. Также начиная с темиргоевцевских земель, то есть под руку они просто попадали, там не особо разбирались мирные они или не мирные. И вот такая ситуация, несправедливое такое разорение их собственных аулов породило, как описывали историки русские, тогда в них жесточенное такое, как описывалось, жесточенное остервенение против русских. И даже фанатизм в какой-то мере. В начале вот очередной войны с русско-турецкой и русско-османской 1806-12 годов, в марте 7-го года Анапский Паша обращался к князю Балатокову с просьбой выступить, ну сообщить кабардинцам, что он будет на Кавказской линии с войсками для ее завоевания и выступить, в общем-то, на его стороне. На что ему князь Бедрука Балатоков отвечал, что извини, конечно, друг, но я крайним не буду здесь. Вот как только я увижу турецкие войска, вытеревшиеся в Анапе, тогда и будем разговаривать. На что как бы вышла вторая уже делегация, в которой прилагалась целая лошадь там навьюченная золотом. И это также, в общем-то, не помогло ничем, тем более, что со стороны России использовался тот же самый способ подкупа, в общем-то, адыгских князей конкретными подарками, золотом, допустим, тем же. Безрукобалатоков он старался не участвовать в набегах черкесов на кубанские линии, именно кордонные, российские, и в свою очередь старался не помогать и русским отрядам, участвующим в экспедиции, там не сливал какую-то информацию по-своему. То есть старался такой нейтралитет держать, ни тем, ни тем. Ну, за что его, в общем-то, и не любили. И здесь мы переходим к, собственно, к теме нашей, основной теме нашего выпуска, непосредственно братьях Балатоков, которые правили в Тимиргое, в общем-то, в последние годы ее существования, как самостоятельные единицы адыгского совпетнеса. Первым, после смерти, Безрукобалатокова, правителем из Балатоковых в Тимиргое, стал брат Безрукобалатокова Мишаост, или Мисост Балатоков. Значит, стал он, в общем-то, большим темирговским князем, прямовладителем одного из двух уделов. Собственно, удела потомков Хатажука Балатокова, условно называемый равнинным, то есть, тот, кто относился ближе к Кубанин. Правителем же другого удела, горного, так называемого удела, или удела потомков Асланбека Балатокова, предгорного, точнее, стал его двоюродный брат, Джамбулар Балатоков. Значит, после смерти князя Безрукобалатокова, убитого, как потом сказали Абадзехи за верность русским, произошел такой определенного рода союз между Абадзехами и тимиргоевцами на основе вот такой антироссийской позиции, не при, скажем так, не без участия протурецкой пропаганды. Пропаганда эта подействовала очень сильно на обоих братьев, Мишуаста и Джамбулата. Но если Джамбулат непосредственно во владениях практически был у Абадзехов, там на их пограничье, то Мишуаст находился у границы, и как бы для него это было несколько сложнее выражать какую-то симпатию к Абадзехам. Таким образом, к началу 1909 года Мишуаст Балатоков своим уделом заключает мир с Абадзехами и весной переселяется со своими подвластными людьми от Кубани ближе к их земле. Соответственно, российские власти начинают серьезно тревожиться по поводу его отношения к ним, то есть начинают поздревать его в попытках объединиться с враждебными именно адыгскими князьями или с Абадзехами для нападения на кубанские линии. Однако он заверяет их о том, что в общем-то никаких намерений он враждебных не имеет к России, а в общем-то переселился только из-за того, что заключен был мир с Абадзехами, и это позволило расширить пахотные земли для своих людей. Но в последнее время Мишуаст своих обещаний не удержал, не исполнил. Дело в том, что он буквально в том же году уже принял участие в боевых действиях в рядах закубанских определенных князей-адыгов или определенных владителей партии Абадзехских настроенных про антироссийский, про турецкий. На какое-то время он колебался в связи с перемирием существовавших между Россией и Турцией, это тот момент, когда шла война. Но в конце мая 1089 года, когда перемирие было нарушено, и стали появляться слухи о высадке 12-тысячного турецкого войска в Закубани, как описывают историки того времени, очевидцы снова стал колебаться в сохранении присяги и по своей ветренности, и, я так понимаю, еще по молодости, вступил с Абадзехами в дружескую связь для грабежа именно в русских пределах. Но дело в том, что действительно небольшой какой-то отряд турецких войск выходил под руководством Баталпаши, это коменданта Анапы. Во многом, кстати, на свой страх и риск такой авантюра была у них. И этот отряд, в общем-то прошедший, если не ошибаюсь, до Зеленчука, был встречен русскими войсками с объединенными верными им кабардинцами, весельнеевцами, и был там полностью разбит на голову, а до Баталпаша, этот заместник, он перешел на службу России, в результате чего в районе этого места сражения позже основанная станица получила имя Баталпашинской. Проигрыш от этого отряда отрезанного князя Миши Болотокова и он 29 октября 1810 года передал генералу Булгакову на кордонную линию к начальству сведения о том, что он прибыл к Услабинской крепости и убедительно просит прощения, приносит чистосердечное раскаяние, готов явиться к высочайшему двору и в знак раскаяния возвращает состоящих у него пленных русских. В ответ ему генерал Булгаков ответил, что он так просто это не может и не смеет просить начальство Атайком, пока он не приносит новую присягу, не даст в сохранение заложника Аманата и не возвратит всех абсолютно пленных. В общем-то после чего начались переговоры долгие такие с ним, но он обещал в общем-то не нападать на русские линии и сообщать в общем-то о готовящихся нападениях на такие линии в свою очередь. Обязался охраняться своими войсками от нападений, то есть пресекать их русские линии и по сути дела окончательно в общем-то все это примирение утвердилось к 1811 году примерно, когда появились коренные изменения в политике России, дело в том, что на тот момент все уже понимали, что война с Наполеоном неизбежна в России и к этому времени Александр Первый выпустил указ об изменении полностью коренного изменения политики на Кавказе, то есть пошло примирение с Турцией, то есть к 1812 году мир заключен был, а на самом Кавказе с горскими народами вводилась новая политика, политика примирения. Вот то, о чем я периодически рассказывал в предыдущих выпусках, про существовавшая политика до примерно начала 30-х годов, примерно 20 лет, когда пытались подчинить себе Кавказ и в том числе адыгов, как бы мирным путем, через торговлю и культурное просвещение, в основном через торговлю, когда появились торговцы с касси, миновые дворы активно открывались везде. Такая политика проводилась. Князя Мишоста Болотокова, по словам хангирей, защиту славили между куманским черкесами за твердый характер, за мужество, военную отвагу и за то, что он свое слово держит твердо, что более всего делает ему честь. Известно, допустим, что даже генерал Ермолов писал как-то ему письмо личное Мишоста Болотокова о том, как он печалится о том, что ему не получилось встретиться, будучи проездом на Кубанскую линию, с Мишостом Болотоковым, что он его очень уважает, как такого князя-политика местного и очень дорожит знакомством с ним, в принципе, заочным. Политические взаимоотношения с соседями показывают, что Мишост Болотоков, в принципе, придерживался тактики сохранения мира всеми доступными средствами. То есть, старался, с одной стороны, верным быть российскому правительству, прикрывая Кубанскую линию от нападения немирных адыгов. А с другой стороны, он именно не желал втягивать в братоубийственную войну между своими же, междоусобную, которая могла только разорять его владения. Причем, такой политики тоже придерживался и его двоюродный брат Джамбулат Болотоков. Но об этом как бы чуть ниже скажем. Тем не менее, несмотря на вот эти вот политику его, Тимиргоевский удел раскололся. Вот эти два удела, которые мы выделили, эти два, получается, двоюродных брата, они раскололись. Джамбулат Болотоков с своим горным уделом, находившимся по срединному течению рек Лабай-Белая до Устья-Пшехи и до Майковского ущелья, вместе с подчиненными миргоевцами, абадзехами, гургахаевцами, намхебками и белыми кабардинцами, он отделился, ушел на сторону абадзеха полностью и выступил с антироссийской позиции. Так он, например, в апреле 1823 года стал требовать от тимиргоевцев и прочих ближайших народов, преданных России, принять участие в стиле нападений на Кубанскую линию, а если они будут сопротивляться, то таковых угрожал наказать оружием и разорением их аулам. Таким образом, во войдениях Мишуоста Болотокова остался лично его удел, который вверх до Кубани протянулся, зажатый между Россией и немерными адыгами. Как мы понимаем, в его уделе кроме тимиргоевцев тоже разные суп-этносы были, это и бжедуки, и жанеевцы были, и нагайцы у него жили там, то есть разные тоже суп-этносы проживали. Самый богатый в Черкесии черкесогайский аул Георухабль находился именно в его владениях, и он приносил очень серьезные доходы, в принципе, с самых давних времен тимиргоевским князьям. Что касается втягиваний в междоусобную войну, как я упомянул выше, Мишуос Болотоков не хотел втягиваться в эту войну междоусобную, и Джамбулат Болотоков тоже старался соблюдать эти правила, то есть на своего доверного брата он не нападал, какие у них отношения не были. Так он упоминал, например, в мае 23 года, что он пожалел аул Петисовцев, который находился на линии как раз нападения на станицу Кавказскую, и заявил, что он бы непременно сделал бы прорыв на Казанскую, точнее, станицу, если бы не вот этот аул, он пожалел их. В декабре 25 года Мишуос заверял российское обманывание, что в случае попытки Джамбулата Болотокова на опасную Кавказскую крепость, он этого дела не допустит, и если будет в силах, он попытается его остановить. А если нет, то известит об этом Слабинскую крепость. Характерным примером защиты князем своих земель, собственно, всех этих враждебных взаимоотношений политическим, является событие, происходившее в марте 23 года, когда несколько бжедовских селений, черченеевских, именно на границе с кемербургскими владениями, были разорены российскими войсками. В результате чего подвластные князя Женеевского, который проживал на их территории, попал тоже под это все дело, они жили как раз на границе, в темиргоевских владениях именно Мишуоса Болотокова, и они ушли в лесах от этого всего, озлобились, решили объединиться с антироссийской партией. Причем они уходили под тем условием, что если их безопасность не будет обеспечена, они, в общем-то, уйдут глубоко в леса и будут нападать. И тогда со стороны кубанской линии полковник Урнижевский и майор Дадымов предоставили личные гарантии у Мишуоса Болотокова в том, что они не будут нападать на них, что они обеспечат их безопасность, и сумели успокоить темиргоевского князя, который, в свою очередь, успокоил своих людей полуластных, и они, в общем-то, вернулись туда на свои территории под вот эти гарантии безопасности. И как мы видим, что вся его политика так и сводилась к тому, что единственный возможный выход был для нормального существования его владений, это постоянно лавирование между двумя немирными сторонами взаимоотношений. А так Мишуос, в общем-то, Болотоков правил в своем центральном вот этом темиргоевском владении до 1827-го, по другим словам, до 1828-го года, после чего он умер. И единственным, кто оставался таким серьезной фигурой тогда, вот, в княжественном мире темиргой, остался только Джамбулат Болотоков, который находился в антироссийской партии. Собственно, Джамбулат Болотоков, как, в общем-то, его имя, если переводить, Джам, это, передать персискатюрский слово Джам, боевой топор, и Болот, сталь. То есть, Джамбулат, это как стальной боевой топор, а если учесть, что фамилия Болотоковых образовалась от тюркского Болот, то есть, сталь, то, к которым добавлено адыгейское фамильное окончание, то есть, сын, то есть, тогда Болотоков это сыновья стали, а князь Джамбулат это человек двойной стальной закалки. То есть, такое имя изначально очень воинственное у него было. Когда он родился, и как прошло его детство в источниках, я не встречал их, в принципе, это мало известно. Он был моложе Мишуоса, Болотокова, то есть, как бы, в активном своем деятельности он вступил уже в 20-е годы. Когда, в общем-то, и появляется в зрелом возрасте, в источниках. Известно лишь то, что юный князь Джамбулат воспитывался у нескольких атолыков. Допустим, это выясняется из того факта, что, допустим, его сын также воспитывался у двух атолыков. Первым его был атолыком кабардинец Куденетов, предупреженный друг Джамбулата. А вторым, значит, по добровольному согласию князя и уже первого атолыка Куденетова, старшина Аджи Аджимоков. Третьим уже атолыком стал шапсузский дворянин, там, ошибочно, в источниках написано Хаджи Берзек, это убыхский, на самом деле, дворянин, который, в свою очередь, как упоминается в источнике, сам был атолыком Джамбулата. То есть, отсюда мы уже параллель приводим, что когда-то Джамбулат воспитывался у убыхов. Берзек, чтобы стать атолыком, как и написано у Асламбека, у сына его, украл его у Аджимокова предыдущего, второго, что привело к кровавой вражде между ними. Но, в конце концов, как бы по народному саду вернули сына Джамбулата второму атолыку Аджимокову, но с условием, что через несколько лет он будет передан на испытание Берзекова. Потому что там целый спор был, кто будет верховного князя Болотокова воспитывать сына в течение всего периода его молодости. Ну, что в общем-то так и произошло. Три атолыка получились. При этом, как бы считалось, что в случае с учезнатами родовитыми воспитанниками, как вот Джамбулат Болотоков был, не только сам атолык, но и все его племя считало себя коллективным воспитателем князя. То есть, с точки зрения Джамбулата, получалось, что его коллективными воспитателями оказались убыхи, абадзехи и кабардинцы сразу, которые, как их родственники непрямые по атолычеству, обязывались его защищать всю жизнь. То есть, выступать в его защиту, в его делах, если ему угрожает что-то его жизнь. Особенно большое различие в элементах правления Тюмергоя между этими двумя двоюродными братами произошло, отразилось в период между 1823 по 30-е годы. То есть, в общем-то, в последние годы жизни Мишоста Болотокова. Когда на Кубани, начиная с 22-го года, стали появляться в больших количествах так называемые беглые кабардинцы, о которых мы расскажем в каком-нибудь из выпусков. То есть, Кабарда была полностью к тому моменту почина России, а те непокорные, которые не сдались российским властям, они предпочли из Кабарды уйти через горы, перешли в Закубание и здесь продолжали свою борьбу уже у адыгов западных до самого конца войны, образовав такие основные, у них отдельные улы были, они такие как Абадзехи были довольно такие отчаянные такие наездники, составляли основные партии нападений на русскую линию. Поселились, они тогда расселились среди корчаевцев, абазин, бесслинеевцев по Зинчуку и Урупу. Значит, в 23-25-м годах вот практически все нападения на Кубанской линии были связаны с именами именно вот этих беглых Кабардицких князей и Шамбулата Болотокова. Впрочем, это не обязательно были прямые схватки. Один из таких примеров описан тем же опять же Хангиреем, когда в междоусобной войне ополчение двух братьев Болотокова сошлись для боя, но все кончилось переговорами. Хотя некоторые партии наездники, они как бы выезжали, пытались раскачать ситуацию, пытались ввязаться в бой. Благодаря усилиям бесслинея Аббата, одного из распорядителей в партии Джамбулата, не произошло кровопролитие тогда с помощью старшин, которые разгоняли вот этих самых ретивых и как бы в результате чего и не было стычек между двумя братьями в Тимиргоевском владении. После смерти Мишоста Болотокова с февраля 28 по июля 28 года происходит значительное усиление Аббулата Болотокова в Тимиргоевских владениях. По его требованиям в мае 28 года уходят с Кубани и приселяются в горы за своими подластами Шумав Болотоков, это младший брат Миша Оста, и Татлюстан Болотоков, это сын Безрука Болотокова. Но все поменялось несколько, буквально вот меньше чем через год, после взятия русскими Анапами, Анапы точнее в 28 году, в середине июля, Тимиргоевцы начинают возвращаться на Кубань и дают вернопольческую присягу с выдачей манатов. Тут надо понимать, что вот это взятие Анапы и окончание по сути серьезных действий военных на этом фронте закубанском с Турцией, оно очень сильно повлияло на умы адыгов, вот этих сопротивлявшихся, которые именно ожидали всегда поддержки со стороны Турции, создания прихода войск, именно на этом фоне очень часто нападали, смущаемые вот этим обманом поддержки турецкой со стороны турецких агентов. Взятие Анапы, оно вообще поставило окрестное, в принципе, способности Турции высадить за Кубань какие-то либо серьезные войска и это, в общем-то, отрезвило многих, скажем так. Они предпочли уйти, смириться, примириться с Россией. В этот момент Тимиргоевские владения снова распадаются на два самостоятельных удела. Так, один под управлением Джабулата Болотокова, который выступал против России, а другой Татлюстана Болотокова, который оказался подданным России, то есть он продолжал политику Мишоста Болотокова и вернулся туда, на линию, в основные владения. Но с 30-го года сам Джабулат резко меняет свои взгляды политические и становится большим князем всего Тимиргоевского владения. Причем, как у многих князей того времени, в том числе и Нагайских, Локика выводилась из принципа у него лучше быть сильным врагом, чем со слабым союзником. То есть, грубо говоря, Турция после проигрыша в Турско-Турецкой войне к 30-му году пришла в категорию понятия слабого союзника, не способного ему помочь здесь. И поэтому в своих личных интересах он предпочел как бы с сильным врагом дружить, то есть России. Интересен факт признания Джабулата Болотокова в качестве верховного владельца Тимиргоев со стороны русского командования. Подтверждение услышит разъяснение данным генерал-лейтенантом Головиным уже позже, в 36-м году, когда он пишет, что в 30-м году главнокомандующий Кавказского отдельного корпуса фельдмаршал Паскевич Риванский, собственно говоря, победитель Персии и Турции в этих последних войнах 30-го года, во время экспедиции, совершенной под личным предварительством за Кубань, признав полезным склонить на свою сторону Джабулата и изволило вызвать его к себе и впоследствии данных обещаний к покорности России и утвердить его владетелем Кавказского народа, населяющих в пространстве Межакубань и Белая речка. Подтверждение нашлось в рапорте генерал-майора Султана Азамат Гирия, где говорится о том, что генерал- маршал Паскевич простил Джабулата все его проступки предыдущие против России и, как на лице первенства еще в горах, признал и утвердил владителем Тимиргоя, с которого времени он остался верным России. Князь Джабулат, в принципе, соответствовал всему комплексу традиционных представлений черкесов об идеальном лидере, включавшему высокое социальное его положение в обществе, личную храбрость военную, репутацию опытного и достаточно удачливого воина, щедрость, политическую мудрость, не менее обязательным условием являлась соблюдением норм адатов обычного права, гарантом которых он сам становился для простых людей. Сразу просят перемирение с Россией, значит, в июле 1930 года верховик Геагин на границе владения с Абадзехами, он как бы по договору с Россией позволяет им в своих владениях заложить российское первое такое крупное укрепление на речке Белой при темном лесе, так называемом. В феврале 1931 года Паскевич в отношении к генералу Эммануэлю писал, что Эммануэль это гражданский начальник Кубанской линии, для помощи Джабулату посылать к нему на помощь из услабы или из этого владения определенном лесе, один подарен бехоты с четырьмя орудиями при воинской осторожности. То есть, получается, непосредственно высшее начальство на Кавказе выделяет Джабулату уже войска на помощь в борьбе с Абадзехами, считаю его таким серьезным союзником. Как видно из архивных источников происходит последовательное соблюдение взаимных союзических обязательств между Паскевичем и Джабулатом Болотоковым. Соответственно, Джабулат не давал прохода через свою территорию. Тут надо понимать, что как его Атужукина, Атужукина Измилбея. У него политика такая была, что да, он стал по-российским, но все-таки сильным врагом. Именно поэтому он хоть и не пропускал, не давал врожденным Абадзехом пройти на территорию, нападение делать на российскую линию и как бы старался сливать информацию про такие нападения, но в то же время российским экспедициям он тоже не позволял проходить через свои земли, если не видел обоснованного повода для этого. То есть, просто так там сжигать, что попало, он тоже не давал. После ухода Паскевича новый командующий заверил Джабулата в продолжение дружбы, то есть, что все эти договоренности сохранены. Что касается вернопольнических отношений со стороны атолыческих субэтносов, Вубыхов и Абадзехов вроде как врагов. Так, например, весной 1931 года, когда началась опять идея газовата религиозной борьбы появляться среди адыгов из Абадзехов, большая группа из Абадзехов, около 300 человек, явилась к аулам Джабулата и требовала от него как бы отделиться от России и перейти на их сторону. Под угрозой уничтожения аулов, на что Джабулат послал своих гонцов туда за помощью к родственникам князьям Татлстану и Шеретлуку Балатоковых, а Шеретлуку им позже скажем. А сам вступил с Абадзехами в переговоры, в ходе которых отверг их предложение, и сопроводил такими словами, что из всех вас, предлагающих мне отклониться от России, никто не был вернее меня турецкому правительству, когда земля черкесов составляла владение султана. Но теперь я и вы принадлежите России, буду верен ей, как бы был раньше верен порте Таманской. И напрасно думайте, что вы, что нашли во мне человека робкого и готовы повиноваться всякому. Если надеясь принадлежить меня к всему, то попробуйте на меня напасть. То есть, в общем-то, вполне логически разумно это все объясняло. Ну и они вынуждены были уйти ни с чем. Кроме того, известно, что у Джамбулата были кунаки со стороны России. Кунаки, то есть, ну, в общем-то, братья, может так названы. В частности, это русские и нагайцы. Офицеры Кавказского казачьего полка Додымов и Горчишкин. Горчишин, точнее. Вроде как Додымов был нагайцы, а Горчишин это, ну, чистокровный русский. В общем, или казак, наверное, там даже. Он их всегда защищал и даже тайно с ними виделся. То есть, действительно, есть информация, что они встречались, общались там тайно. То есть, дружили. В общем-то, несмотря на то, что были на, в общем-то, относительно разных сторонах конфликта. Но, правда, несмотря на эту дружбу, они оба погибли в боях с черкесами. При этом, так получается, что сам Болотоков тоже, в общем-то, как-то участвовал в этом. В частности, допустим, про Горчишкина. Известен факт, что он выходил с ответной экспедиции. Из-за нападения черкесов он вышел с ответной экспедиции с казаками за Кубань. Там был окружен черкесами в превалирующем числе. И сражался просто до последнего. Он не сдался. Он предпочел сражаться до самого конца. И Болотоков его отговаривал. На что Горчишин ему ответил, что как было, так и будет. Что тут сделаешь? Судьба такая, что ничего не поделаешь. Болотоков говорил, что он не может остановить своих черкесов. Он просто не сможет им объяснить. Они разгоряченные. Они в бою. И я не смогу им объяснить, что моего авторитета тут не хватит. И как бы Горчишин в итоге погиб. Болотоков тут ничего не мог сделать. Ему тут, кстати, Горчишину сейчас поставили памятник. Это известное нападение. Это греческая оборона черкесов. Как и Измайл Биэтажукин, Джабблат Болотоков погиб при загадочных обстоятельствах в октябре 1836 года. О его гибели существуют разные версии. По большей части, в основном, сходящиеся к мести генерала Засса. То есть главнокомандующего Лоббинской кордонной линии с достаточно неоднозначной депутацией среди адыгов. Ну и в общем-то и среди русских тоже в какой-то мере. Три версии в основном звучат так. Месть за удержание богатых армян в своих землях, который Засс переселял активно под Армавир, выселял из Черкесии, но она не выдерживает и критики, за уши притянута. Вторая, наиболее правдоподобная, это месть Засса за непокорность, то есть за игнорирование или полный отказ в выполнении требований Засса. И третья версия, которая имеет место быть, это месть, даже не месть, а династический спор, в котором участвовал младший брат Шрид Лука Болоток. В общем, первую отбросим, потому что она сказочная, по большей части. Разберем вторую и третью. Правдоподобная версия была изложена генералом Мусею Кундуховым в своих мемуарах. Он пишет так, что кемергоевцы, поселившиеся у себя на родине, начали усердно и спокойно заниматься строительством государства, хозяйством под начальством знаменитого князя Болотокова, от которого Засс спустя год после его перехода на сторону русских начал требовать рабского повиновения. В частности, он просил выдавать ему информацию об аулах определенных немирных адыгов-черкесов, нападать на них как препятствовать. Такие требования морально неприемлемые и таким тоном, который был неприемлемым для верховного князя, признаваемого в Черкесии. Поэтому у них возник очень серьезный конфликт, а Засс был очень аморальным человеком, не гнушавшийся никаких методов политических. И как он описывает, Засс начал по обыкновениям своему искать случай отравить или тайком из-за кустов убрать Джамбулата. И когда он не нашел подобного себе злодея, то пригласил к себе в крепость, в прочный окоп. Начай Джамбулата, будучи с ним очень любезен, задержал его до 11 часов вечера. В это время ударили тревогу, будто бы какая-то большая партия черкесов перешла немирных через Кубань. И Засс предложил спутникам, то есть конвою Джамбулата, отправиться с казаками в преследование. А самому Джамбулату предложил под охраной и под святой казаков отправиться в ближайшее армянское село, недалеко от прочного окопа. Где обычно останавливался, конечно, Джамбулат. В общем-то, он это предложение принят и только они вышли с казаками в первую какую-то засаду попали. На первой же версте, как говорят, Джамбулат Болотоков был у Питера уже иным быстрым. За что, в общем-то, Засс получил в глазах всего адыгского населения вечное проклятие, а правительство клеймо стыда и позора. За то, что она подобных Зассу поощряла вместо того, что подправили на каторжные работы, как он пишет. Причем, вот эта ненависть к Зассу, как и Ермолову, она, в общем-то, по сей день сохраняется. Вообще, на Кавказе, в принципе. А Зассу, в частности, у адыгов. У тех, кто помнит историю свою. При этом, он тут же отмечает, что даже русские офицеры гнушались служить под начальством Зассы. Уходили, сверенные ему у кубанской линии. Что касается третьей версии, где упоминается Шеретлуков, она возникла в связи с тем, что Шеретлуков уже позже стал верховным князем Темиргои. При этом он служил у Зассы, русским офицером. И там была такая история с неким султаном Азамат-Гиреем, который был вызван Зассом в ночь кибели на встрече с Жамбулатом. Для каких-то там переговоров. Действительно встречался с Жамбулатом, общался о чем-то с ним. Ну и как бы ожидал его на следующий день. Ушел, ожидал его на следующий день. И после убийства он как бы стал обвинять Засса в том, что он его использовал как приманку. Для того, чтобы совершить это преступление. И в Петербурге он требовал от правительства российского провести расследование по поводу таких действий Зассы. Которые тогда предпочли замять. Поскольку тогда российское правительство вообще игнорировало любую публичность в отношении любых документов, касающихся Кавказа. То есть их нельзя было публиковать в принципе. Считалось это опасно. Ну вот как бы Джамбулат, дело в том, что был очень неоднозначной фигурой, как и о Тужу Ким, как я и говорил. То есть у него были враги и среди черкесов. В частности, понятно, что он не был такой антигероем для этого газовато, для любезной войны. Такой перебежчик считался, который из активных славных борцов, за которыми шли черкесы против России, взял и перешел на сторону России. То есть передал свои люди как идеалы. И естественно для многих он был предателем. Тайна гибели осталась загадкой. Что касается самого Шритлука, Балтокова это младший брак с Джамбулатом, которого поставили князем Тимиргои с одобрением российского командования после его смерти. При этом да, он был поручиком Заса. И значит уже в следующем месяце после смерти Джамбулата, вместе со треном полковника Заса, он участвовал в нападении на абадзехские аулы за рекой Белой с территории уже Тимиргоевского владения. Тем самым он повторил действия бджедукских князей старших, предал этот тонкий миранх с абадзехами, который был установлен Джамбулатом. То есть обозлились черкесы против княжеской власти, бджедухи и Тимиргои, что вылилось в серьезные последствия. Амин начал действовать на этих территориях и ускорило их подчинение Тимиргои и бджедуге русским войскам. Известно, что при Шритлуке произошел раскол владений Тимиргоевских. Дело в том, что Зас, у которого развязались руки со смертью Джамбулата, он к декабрю 1940 года сумел построить лобинскую линию укреплений, которая рассекла всю Тимиргою на две части и как бы пресекла сообщение между этими двумя частями. То есть, с одной стороны, были мирные подчиненные оказались России, тимиргоевцы и их другие субэтносы, а с другой стороны, немирные и как бы заочно оставшиеся уже врагами. Дело в том, что, допустим, делили они ориентированных на Россию бджедугов, хатукаевцев, адамиевцев, часть тимиргоевцев и бюрхаевцев по левому берегу Кубани, которые вышли из управления Шритлука Болотокова таким образом. На левый берег переселились аулы Черкесогаев, вот эти богатые, туда, к прочному окопу, чем лишили, в общем-то, темиргоевцев и темиргоевцев княжескую линию, в общем-то, финансовое снабжение имевшегося, преимущество имевшегося у них веками. Значит, между вот это разделение лоббинской линии, она полностью прекратила торговлю с двумя сторонами, одновременно хозяйственная использование земель ограничилось. И отмечалось в секретной переписке с генералом Грабе в июле 41-го года, что устройство лоббинской линии возбудило серьезное неудовольствие между мирными горцами, жившими на лоббе, потому что кроме стеснения, в поземельном удовольствии, они видят, что когда мы утвердимся на лоббе, будет серьезный надзор за ними, и вообще там ничего уже не смогут сделать. Под управлением к Шетлука Болтокова осталась только его фамилия Водчина из нескольких лоббинской линии и гурухаевцев, остальные оказались немирными. Его попытки, он такой конформист был, то есть он боялся потерять статус на русской службе и пытался легкие какие-то попытки, возмущения произвести, ну то есть он пытался как-то обеспечить сообщения на своих же землях княжеских, в частности в 41-м году. Но поскольку все контакты строго запрещались между этими двумя сторонами, его попытки воспрепятствовать разделению, негативно встреченные были российским командованием, его стали подозревать в немирных действиях против России, и он как бы предпочел сдаться. Таким образом, Шетлук Болтоков оказался в заложниках этой лоббинской линии, стал для него буфером от нападения немирных абадзехов. Принятие присяги в верности российскому правительству, тимурговские аулы, которые оказались на той стороне, они вообще оказались в изоляции полной, потому что и абадзехи им были тоже враждебны, и уже считались полностью, все это население считалось полностью немирным со стороны российского командования, коварными, там стали активно селить по лоббинской линии казаков и русских, огромное количество станиц появилось буквально за несколько лет. И в итоге, к 60-м годам, тимурговское княжество было полностью ликвидировано, вместе со статусом князя Шетлука Болотокова. Его земли вошли в состав России под именами уже Нижнелобинского и Верхнелобинского приставств. В общем, вся его история таким образом закончилась, как история самостоятельного княжеского и тимурговского рода. На этом все. Комментируйте, пишите, делайте репосты, ставьте лайки. В общем-то предлагаю обсудить. Очень во многом хотел бы выразить благодарность одному из моих подписчиков Константину, который под роликом Атимирговцев оставил определенные пометки о имеющихся неточностях, и оставил свои работы на основе его научных работ и статей, во многом и собранной информацией этого ролика. В общем, комментируйте и увидимся в ближайших выпусках. Пока!